Добрый день, дорогие партнеры! Сегодня мы с вами поговорим о тех конкретных шагах, которые компания Choice рекомендует совершать для масштабного и системного построения бизнеса. Не только рекомендует, но и ожидает от каждого партнера, настоящего или будущего лидера. Первое. Систематизировать для себя всю полученную информацию. О маркетинг-плане, о компании, о продукте. Информации, конечно, много. Если вы новичок, не обязательно учите ее всю и никуда не двигаться, пока вы ее всю не изучите досконально. Определите для себя важные, основополагающие моменты. Систематизируйте их. Они станут той опорой, базой, на которую вы будете класть более углубленную информацию. В процессе работы ваших знаний будет становиться все больше и больше, но они и появляются только тогда, когда вы начинаете действовать. Это же касается и наших опытных партнеров. Информация, которой вы оперируете, это выжимка главного, а не все, что вы знаете о компании, о любом бренде, либо о маркетинг-плане. Итак, первый шаг – это систематизация всей информации. Второе. Разработать собственный план по привлечению и работе с новыми партнерами. Это значит конкретный план с четкими действиями. Определить свою целевую аудиторию и как именно, какими способами вы будете привлекать ее каждый день. И что по пунктам вы будете делать с привлеченными партнерами, будь то потребители или те, кто приходят строить бизнес. Что им направлять, через какой алгоритм, через какие шаги их проводить, то есть ваши конкретные действия с ними. Третье. Разработать план по развитию структуры, то есть работа с существующими уже партнерами. Анализ своей структуры. Кто работает, кто просто потребитель, кто активно развивается и сейчас привлекает много партнеров. Соответственно, ему нужно уделить больше времени. Критериев для анализа масса. Проводите его. И соответственно этому анализу вы прописываете свои конкретные действия по работе с каждой категорией существующих партнеров. Четвертое. Снять собственную презентацию предложения о сотрудничестве и выкладывать ее на своих ресурсах. Обязательно проанализируйте реакцию на нее. Получаете ли вы тот результат, который вы ожидаете. Улучшите ее, исправьте и запустите снова. Помните, что одна презентация не будет работать долго. Через некоторое время вам нужно будет записать новую. Пятое. Определить и создать каналы коммуникации для ваших клиентов и партнеров. Это может быть Telegram, это может быть Viber, любой канал коммуникации, который удобен для вашей целевой аудитории. Эти каналы коммуникации должны быть отдельные. Для ваших партнеров один чат, для ваших клиентов и потребителей другой. И соответственно информация там должна быть разная. Обязательное правило коммуникации с партнерами и клиентами. Это только позитив в обсуждении рабочих вопросов. Вы лидер, вы создаете тон и правила коммуникации. Бывают моменты разные. И только вы, как наставник, определяете, как будет развиваться обсуждение в вашей структуре. В любой ситуации ваша задача сделать так, чтобы все обсуждения проводились в позитивном русле. Это определяет энергию вашего бизнеса, настроение партнеров и их желание развиваться в компании. Вы должны мотивировать и вдохновлять. Поэтому управляйте своей командой, как мудрый топ-менеджер, в какой квалификации вы бы не находились. Развивайте команду в позитиве, это в ваших интересах. Еще рекомендация касательно чатов. Обязательно один-два раза в неделю проводите прямые эфиры на актуальные рабочие темы. Привлекайте к их проведению лидеров вашей структуры. Создайте полноценные каналы актуальной, важной, нужной и интересной информации. Тогда ваш бизнес будет живым и динамичным. Теперь давайте поговорим о шагах, которые касаются вашей собственной ежедневной работы. Первое. Проанализируйте свою целевую аудиторию. Разработайте несколько вариантов, видов, приглашений к сотрудничеству. Второе. Проводите минимум 2-3 встречи в неделю с потенциальными бизнес-партнерами. Это могут быть встречи онлайн и офлайн. Третье. Разработайте собственный алгоритм введения новичка в работу, в систему бизнеса. Четвертое. Сопровождайте вашего новичка минимум 2-3 месяца, согласно вашему плану. То есть, предоставляйте все материалы, проводите вместе первые встречи и обязательно передайте ему алгоритм введения новичка в систему бизнеса. И пятый ваш шаг – это планирование и проведение онлайн и офлайн мероприятий. Очень важной является система действий по работе со своей структурой. Это отдельный большой блок работы. И первое действие. Проводите минимум раз в неделю рабочую встречу с лидерами. Ставьте планы, обсуждайте задачи, корректируйте эти планы, выявляйте моменты сферы для вашей помощи. То есть, проводите полноценные совещания. Второе. При анализе структуры выявляйте сильных и потенциально сильных лидеров, чтобы привлекать их в совместной работе, помогать им вместе проводить мероприятия. Третий. Очень важный план. Ежемесячно анализируйте динамику работы своей структуры. Товарооборот. Квалификации, на которые вышли ваши лидеры. Количество новичков. Критерий может быть много. Эти критерии очень важны для вашей работы. Проанализируйте, что в текущем месяце повлияло на тот результат, который вы получили. Что необходимо улучшить, а от чего лучше отказаться в дальнейшем. При работе со своей структурой очень важно отслеживать достижения квалификаций. Поздравлять с ними. Поздравлять с днем рождения, с выполнением промоушенов. Это очень сближает команду. Это говорит о том, что вы в своем бизнесе, вы топ-менеджер и вам не безразличны люди, которые работают вместе с вами. Пятое. Отслеживайте заранее и проводите работу под тем партнером, которые по каким-либо причинам могут потерять контракт или потерять структуру. Шестое. Имейте обязательно свой алгоритм, свою систему действий, которые вы будете проводить с привлеченными людьми после каждого мероприятия. Оффлайн мероприятия, онлайн мероприятия. Это может быть экофест, бизнес-завтрак, бизнес-встреча. Все, что вы проводите, у вас должна быть система конкретных действий с той базой людей, которые вы привлекли на данное мероприятие. Седьмое. Разрабатывайте собственные промоушены для своей структуры, для своих партнеров. И обязательный шаг – это ввести клиентскую базу и ввести отдельно партнерскую базу. Эти действия понятны и без сомнения многими нашими лидерами используются. И только их ежедневность применения, ваша организованность и план даст действительно тот впечатляющий результат, причем достаточно быстро, который вы действительно хотите. Бизнес – это цифры, анализ и статистика. Система четких действий. По-другому не бывает. Желаем вам успехов. Бизнес и развитие – это действительно драйвово, интересно и классно.